OBD2 код неисправности техническое описание, цепь дисплея диапазона передачи, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, Jaguar, Range Rover, Ford, Volvo, Sprinter и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Если на вашем автомобиле сохранен код P0814, это означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил неисправность в цепи индикации диапазона трансмиссии, этот тип кода ограничен для транспортных средств с автоматической коробкой передач. Модуль управления коробкой передач, TSM, может быть автономным модулем или частью PSM, датчик отображения диапазона трансмиссии часто встроен в нейтральный защитный выключатель, датчик отображения диапазона трансмиссии приводится в действие валом переключения и подает сигнал напряжения на PSM. Модуль управления приборной панели IPSM, который отражает конкретную выбранную передачу, PSM контролирует различные выходы двигателя и трансмиссии, чтобы определить, находится ли датчик индикации диапазона трансмиссии в соответствующем положении, кроме того, PSM контролирует напряжение цепи датчика диапазона передачи, чтобы убедиться, что оно находится в пределах установленных параметров. Если PSM обнаруживает, что транспортные средства движутся таким образом, который не способствует выбору передачи, введенному датчиком отображения диапазона трансмиссии, или если напряжение цепи не находится в пределах допустимых параметров, может быть сохранен код P0814 и индикаторная лампа неисправности, MIL, с подсветкой, для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания, с отказом, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P0814 указывает, что произошла серьезная электрическая проблема или некоторый тип механического отказа, в любом случае, условия, которые способствовали сохранению кода такого рода, должны быть исправлены как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0814 могут включать, индикатор переключения передач, на приборной панели или консоли, не работает, индикатор переключения показывает неправильную передачу, нет запуска или двигатель запустится с передачей на передаче, никакие симптомы не могут быть выставлены, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода могут включать в себя, неисправен датчик индикации дальности передачи, замкнутые или разомкнутые цепи в цепи датчика отображения дальности передачи, сломан или неисправен индикатор сдвига, неисправный PSM или ошибка программирования. Какие шаги по устранению неполадок P0814? Для диагностики кода P0814 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник специальной диагностической информации автомобиля. Вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технического обслуживания, TSB, который соответствует году выпуска, марки и модели автомобиля, а также размер двигателя, хранимый код, с и выставленные симптомы. Если вы найдете один, это может дать полезную диагностическую информацию. Используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы извлечь все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра, рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен. Если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз. Если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов. Шаг 1. Используйте DVOM для проверки напряжения, массы и выходного сигнала на датчике индикации диапазона передачи или защитном выключателе нейтрали, датчик отображения входные и выходные цепи диапазона передачи, как правило, состоят либо из опорного напряжения, передачи на передаче, или наземная, передачи в парке или нейтральном. Шаг 2. Если системные цепи работают, используйте DVOM для проверки датчика отображения диапазона передачи, замените датчики, которые не проходят испытания в соответствии с техническими характеристиками системы. Коды датчиков дисплея диапазона передачи чаще всего связаны с неисправностью датчика.